МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Несколько тысяч людей вышли на улицы Химок, провожать зиму, которая вот-вот должна отступить и дать дорогу весне. В городском округе прошли масштабные народные гуляния в честь Масленицы. Центральная площадка праздника, как всегда, стал парком Льва Толстого. Здесь для гостей приготовили большое количество развлечений и мастер-класса. А кто лучше всех разбирается в мастер-классах, как не член общественного совета, Химке интересно жить, Михаил Михайлович Раев. Расскажите, что здесь вы делаете? Вот осваиваем кузнечное дело. Пока доверили меха раздувать. Но я думаю, скоро перейдем к следующему этапу, ковать что-нибудь будем. Эта конструкция – скандинавская кузница. Похожие использовали викинги тысячу лет назад. Почувствовать себя кузнецом 11 века мог абсолютно каждый, благодаря клубу исторической реконструкции. Они же устроили показательное выступление, продемонстрировав свое владение оружием. Такие мероприятия важны для города, ведь они помогают людям познакомиться и объединиться, а затем сообща решать вопросы развития территории, считает Михаил Раев. Можно обсудить какие-то проблемы по территории, которые сложились, может, у них есть ко мне вопросы, у меня к ним. Это общение прекрасно. Потом все-таки сейчас во всех микрорайонах это все так масштабно отмечается. Вот, людям нравится, ну, детям нравится. Это наша работа, наша обязанность – заниматься досугом населения. Проект «Химки. Интересно жить» популярен в городе не только как организатор мастер-классов. Активисты проекта вместе с местным отделением партии «Единая Россия» выступают и с другими инициативами. Так именно они стали основой добровольческого движения, в рамках которого пенсионерам помогали пережить режим самоизоляции во время пандемии. А добровольческое движение, в свою очередь, дало старт проекту «Виртуальный музей», нацеленному на сохранение воспоминаний ветеранов о войне. Но и мастер-классы не забыты. На Масленице в парке Толстого на территории музейного комплекса для всех желающих провели занятия по изготовлению кукол, росписи матрешек и ложек. Вместе с сыном пришла и член общественного совета «Химки. Интересно жить» Мария Березеско. До своей общественной деятельности она точно так же посещала мероприятия, как участник. Думала, что я не творческий человек, но когда начала посещать мастер-классы, проекты «Химки. Интересно жить», и научилась и рисовать, и расписывать, и свечки делать, что только не было. И как раз именно в «Артишоке» мое знакомство и началось с мастер-классами. Очень часто приходили люди, которые могут помочь чем-то для развития химок наших. При знакомстве мы люди обращаются к ним, и совместно, совместными усилиями мы делаем наш город лучше. Ну и какая масленица без традиционного лакомства. В этот день для жителей испекли более 30 тысяч блинов. Активное участие в угощении жителей принял глава округа Дмитрий Волошин вместе с председателем Химкинской общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» Надеждой Рудаковой. «Блины поели? Вкусные?» «Очень вкусные, очень». Также всежелающие могли принять участие в старинных русских забавах – лазании на масленичный столб, кулачных боях и метании валенка. Самому меткому, победителю состязания, Дмитрий Волошин вручил самовар. «Пейте чай, гостей угощайте!» «Спасибо вам большое!» «Спасибо вам большое!» А участницы клуба «Активное долголетие» кормили гостей своими соленьями и вареньем. Дмитрий Волошин вместе с председателем Совета депутатов Александром Дриновым лично продегустировали угощения, а также вручили подарки. Каждую участницу глава подарил по набору с электрической блиндицей, термокружкой и пледом. На центральной аллее парка прошел конкурс на лучшее чучело масленицы. Ученики химкинских школ представили 10 кукол, изготовленных своими руками. Чем вдохновлялись, когда создавали эту красоту? Ну, мы хотели сделать так, чтобы масленица была красивая. Голубой цвет олицетворяет наше светлое небо, безвоенное небо. Красивые цветы, но цветение весна же скоро наступает. Так как мы любим жизнь, мы ее делаем такой красивой, яркой и светлой. Мне понравилось, как наши школы сделали масленицы. Все это делали с душой, любовью и нет формального подхода. Я вижу, что все принимают участие, есть единство. И я благодарен и нашим детям, педагогам за такой подход. Чудесный праздник. Мы очень рады, что здесь оказались. Что-то уже успели посетить. Мы вот только пришли, посмотрели на этот чудесный самовар. Вот сейчас дойдем до танцев и там уж пустимся в пляс. Замечательный праздник, такой традиционно русский. Например, до принятия христианства он праздновался две недели. А на сегодняшний день всего лишь неделю. Но тем не менее, эта неделя такая праздничная, запоминающаяся семейный праздник. Вкусное застолье. Ну и вообще очень здорово, что этот праздник объединяет столько людей. Кульминацией праздника стал масштабный концерт, на котором выступили творческие коллективы города. Позже со сцены химчан поздравило руководство округа. Желаю, чтобы в ваших домах было счастье, тепло и любовь. С праздником, химчане! Завершили праздничные гуляния огненным шоу с сожжением огромной соломенной масленицы. По старой химкинской традиции в огонь жители бросали бумажки с тем, от чего хотят избавиться в этом году. Прощаюсь с пандемией, потому что наши жители ответственные, они вакцинируются. Сегодня столько народу в парке, столько детей, что чувствуется единение жителей города, вот как одно целое. Простите за вольные и невольные приглашения. Всем счастья! В этот день праздник отметили не только в парке Толстого, но и по всему городскому округу. В парке Величко-на-Сходне, в Подрезково, в Экобереге, в микрорайоне Левобережный тоже прошли масленичные гуляния с увлекательной концертной программы и аниматорами. Гостей угощали блинами, проводили мастер-классы и сжигали чучело масленицы, чтобы зима уже точно ушла. Ксения Брагина, Алексей Сыченко и Руслан Сафин Стальна для Химки ТВ Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!